Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Рада приветствовать всех зрителей канала Якутия 24 в новом 23 году. Пускай он принесет нам всем удачу и новые победы. Прошедший год в Якутии прошел по три года матери. В центре внимания республиканских властей были не только многодетные, но и приемные семьи, различные вопросы материнства и детства в целом, женское здоровье, образование, защита трудовых прав. И хотя бы краем уха, конечно, все слышали про республиканский целевой капитал «Дети столетия». А предстоящий год планируется провести, не сбавляя темпов. Глава нашей республики Айсен Николаев объявил 2023 год годом труда. И сегодня у меня в гостях министр труда и социального развития Елена Волкова. Это министерство было одним из хедлайнеров в 2022 году и остается на этой же ведущей позиции и в 2023. Добрый вечер, Елена Александровна. Добрый вечер. Сегодня я хочу с вами поговорить о кратких итогах 2022 года, года матери, об изменениях в социальной сфере, которые уже произошли с 1 января и которые только в планах. Давайте подведем, скажем так, самый такой наглядный ощутимый итог года матери. Сколько новых жителей у нас в Якутии родилось в 2022 году? Сейчас подводится только статистика, но, конечно, у нас есть данные Министерства здравоохранения. И по последним данным у нас родилось в республике 11 666 детей. Я так понимаю, что они уже все или получили уже, или готовятся получить целевой капитал Дети столетия. Действительно, главой республики было принято решение в юбилейный год для всех детей, которые родятся в юбилейный год, предоставить целевой капитал Дети столетия. И на сегодня, учитывая, что предусмотрено проактивное назначение этого права, в общем-то, семьи получили уже в проактивном режиме им назначено. Но распорядиться – это уже другой вопрос. И семьи могут распорядиться и в последующие годы, поскольку время, срок по распоряжению целевым капиталом, он не ограничен. В этом году уже более чем 2700 семей распорядились. Порядка 230 миллионов рублей направлены на эти цели. Ну, в общем-то, семья, как пожелает, обратиться в последующие годы и сможет реализовать свой целевой капитал Дети столетия. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире и задать вопрос гостю можно позвонить в студию по номеру 8-41-12-42-14-39 или отправить сообщение текстом в мессенджер Телеграм по номеру 8-914-235-05-02. Ну вот, продолжая тему этого целевого капитала, в ежегодном послании своем Мастер Сергеевич объявил, что срок этот продляется, то есть выплаты всем наороженными годы будут в течение 5 лет продолжаться. И вот вы сказали, что часть семей же распорядилась нецелевым капиталом. Вот куда его можно направить, куда его можно потратить и куда чаще всего направляют? Да, действительно, значит, у нас несколько направлений в реализации целевого капитала. Ну и уже традиционно, это подтверждается по статистике в отношении других материнских капиталов, семьи в основном направляют на улучшение жилищных условий. И вот в этом случае тоже уже 76% от всех семей направили на улучшение жилищных условий. В этом году у нас довольно высокий процент использования на приобретение транспортного средства. Есть у нас семьи, которые вложили данный целевой капитал на вклад на ребенка. Ну и есть даже семьи, которые направили средства на семейный отдых с ребенком. Вообще в этом году, точнее в прошлом уже, в 2022 году, направления были предусмотрены достаточно широкие. Это и медицинская помощь, высокотехнологическое, санаторно-курортное лечение. Ну в основном это, конечно, улучшение жилищных условий. Я хочу здесь добавить в отношении продления. Действительно, главой республики принято для нас это очень важное решение о продлении еще на 5 лет этой меры поддержки. Уже, наверное, как Министерство труда я хочу отметить, что это важное решение в рамках поддержания демографических тенденций. Учитывая, что мы, наша республика, как и вся страна, находимся в демографической яме, когда на сегодня наши девушки, это дети 90-х годов, и, соответственно, в силу достаточно низкой численности населения, родившихся в 90-х годах, вся страна испытывает вот такие демографические, так скажем, ямы. Поэтому как раз в течение предстоящих пяти годов такие тенденции будут наблюдаться, и мы полагаем, что целевой капитал дети столетия, тем более в совокупности с тем объемом мер поддержки, направленных на поддержку семьи с детьми, он, конечно, окажет существенное влияние для того, чтобы вот эти вот тенденции могли, так скажем, быть стабильными и даже, надеемся, на рост. То есть в отличие от материнского капитала, получается, эти деньги можно направить и на отдых с ребенком, и на даже автомобиль купить, да? Да, это более широкий круг, который позволяет достаточно в таком, по желанию семьи, использовать эти деньги. И еще один момент хочу сообщить. С января 2023 года целевой капитал дети столетий теперь уже проиндексирован на 5%, и, соответственно, размер составляет уже 105 тысяч рублей в этом году. То есть вот как материнский капитал индексируется, да, так же и целевой капитал дети столетий индексируется. А вот вы сказали в проактивном режиме, это что это означает? Это значит, что человек не должен там ничего подавать сам? Да, человек не должен подтверждать свое право. Мы в проактивный режим, то есть это беззаявительный режим, когда соцзащита от органов ЗАГС мы получаем информацию, что ребенок родился, и мы ему назначаем. Вот другой вопрос, что когда семья уже примет решение, а куда ему направить эти средства, в таком случае семья уже по заявлению в адрес органов соцзащиты подает соответствующее заявление, и средства расходуются. Елена Александровна, если позвольте, личный вопрос. Мы с вами не первый год знакомы, но я вот абсолютно недавно узнала, с большим удивлением даже, с недоуменным восхищением, я бы сказала, узнала, что у вас самой четверо детей. Вот как год матери на вашей семье многодетный отразился? Ну, здесь, наверное, я отвечу таким образом. Вообще мы с коллегами в прошлом году, ну вот в конце уже этого года, конечно, обсуждали очень, какими итоги у нас, значит, какие результаты по году матери. И, конечно, мы понимаем, что социальная поддержка, да, поддержка очень большая оказывалась по линии здравоохранения. У нас почти 100 тысяч женщин фертильного возраста прошли соответствующие медицинские обследования, да, по многим другим направлениям. Но, конечно, не менее важно для нас, наверное, для всех было, вы знаете, это оказание особого внимания, наверное, заботы, еще больше, еще внимательнее относиться, наверное, к нашим мамам. Это касается, наверное, больше взрослых детей, да, окружить внимание, вниманием своих матерей. Вот. Ну, я думаю, что всех сотрудников, которые занимались непосредственно организацией мероприятий, координацией, конечно, это все способствовало, да, и, так скажем, усилению, да, вот этих вот нашей заботы и в наших семьях. Ну, вот, смотрите, дети или карьера, это почти аксиомой считается. Вот не секрет, что работодатели неохотно берут на работу женщин с маленькими детьми или, там, молодых женщин, которые только вышли замуж, там, уйдут в декрет и так далее. Вот интересно, сталкивались ли с таким министром труда, может быть, в начале карьеры? Знаете, я не сталкивалась. Меня таких вопросов работодатель не задавал, вот, поэтому, в общем-то, может быть, мне повезло. А может, в принципе, у нас работодатели, на мой взгляд, к вопросам, да, найма сотрудников с детьми относятся очень лояльно. И вот таких каких-то фактов, которые, ну, таких явных, да, которые дискриминируют женщин по наличию детей, я, например, об этом не знаю. Вот, и, знаете, здесь еще есть такой момент, вот, пандемия. И, несмотря на какие-то и негативные, она принесла и положительные факты. Мы все перешли, ну, где это возможно, безусловно, на дистанционные виды работы. И сейчас очень многие работодатели и в отношении как раз-таки женщин с маленькими детьми используют дистанционные формы работы. Когда мама может вполне себе работать на компьютере у себя дома, подключаясь дистанционно к базам данных и, в общем-то, выполняя, ну, свою трудовую функцию. Сейчас это очень широко используется. То есть тут пандемия, получается, не было бы еще горя, бы к счастью, да, пандемия помогла, да? Пандемия, она многие сферы деятельности именно подтолкнула к развитию цифровых решений и, безусловно, к изменению форм работы. В частности, отношение вот такого более гибкого подхода к сотрудницам с детьми, к нашим мамам с детьми. Мы себя в министерстве достаточно широко используем, если это необходимо, если дети болеют. Ну, понятно, что маленькие дети болеют. Используем формы дистанционной занятости. А вот эта вот проблема, когда женщина теряет квалификацию из-за того, что сидит в декрете долго? Вы знаете, сейчас есть специальные программы. По линии Государственного комитета по занятости есть специальные мероприятия. Они входят в рамках национального проекта «Демография». Женщинам предлагают именно тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, да, с маленькими детьми, и специальные программы. Можно сейчас переобучаться, вот, и, соответственно, где-то повышать свою квалификацию, чтобы подтвердить или не растерять, либо вообще изменить сферу деятельности даже. У нас есть вопрос от зрителя. Вот там его включат или? Нет, да, тогда я его зачитаю. В ноябре родила второго малыша, подала онлайн-документы на СНИЛСНН для ребенка. Отправила мужа в МФЦ забрать документы, заодно оформить региональный мат-капитал. Онлайн не получалось загрузить. И каково было удивление мое, когда в МФЦ ему отказали, что документы подавала мать, пустая, она и забирает. То есть конец ноября, трескучие морозы, туманы, вырожденный ребенок на руках. Почему муж не может забрать? Мы же семья. Ну, вы знаете, вообще вот каждое такое обращение, это индивидуальный случай, безусловно. Его надо разбирать. Сейчас вот сложно сказать, не зная контакты, не зная, да, вот конкретно человека. Но каждое такое обращение, оно всегда разбирается, что в органах социальной защиты или в МФЦ, как в данном примере, да. И оно, конечно, в любом случае, такие обращения, они систематизируются и принимаются решения. Сейчас очень большое внимание уделяется изменению процессов предоставления самих государственных услуг, чтобы услуга была более комфортной для человека. Поэтому большое внимание уделяется цифровизации. Вот. Как я уже сказала, и пандемия последние годы подстегнула, и мы активно, вообще по всей стране, социальная защита, значит, перешла на более такие формы, именно электронного, да, предоставления услуг. И что касается проактивного назначения, то есть без заявительной формы. Ну и в целом, сейчас все услуги имеют электронный вид. Это означает, что даже если в проактивном режиме мы не можем предоставить эту услугу, требуется заявление, тем не менее, любое заявление сейчас можно подать, не выходя из дома. Чтобы человек, так сказать, минимизировал свои, ну, временные издержки и так далее. Вот. Что касается ИНН и СНИЛС, данные услуги предоставляют федеральные органы власти. И уже, значит, не первый год эти услуги перешли как раз-таки в электронный формат. Более того, сейчас родители при рождении ребенка могут через свой личный кабинет, значит, путем введения данных о рождении ребенка в личный кабинет на госуслугах. Соответственно, в проактивном, опять же, беззаявительном режиме документ о СНИЛС и ИНН приходят уже непосредственно матери. Ну, раз мы заговорили про материнский капитал, давайте продолжим эту тему. Вот он бывает федеральный и региональный. Вот индексируется с каждым годом, да, федеральный тоже был проиндексирован с начала этого года. Вот сколько сегодня составляют эти выплаты и вот вообще кому они положены? Потому что я помню, когда только вводился материнский капитал, он назначался на второго ребенка, я имею в виду федеральный. А региональный, когда вводился, он вводился на третьего ребенка, если я не ошибаюсь. Вот, как сейчас? Сейчас, по-моему, на первого уже даже можно получить. Действительно, ну, вообще, социальная защита, она ежегодно, если не чаще, да, так скажем, постоянно идет изменение в сторону улучшения, безусловно, для семьи с детьми. Сейчас уже федеральный материнский капитал можно использовать, точнее, получить и при рождении первого ребенка. Такое решение президент страны принял буквально вот два года назад. Вот, то есть при рождении первого ребенка это федеральный материнский капитал. Значит, при рождении первого ребенка у нас по национальному проекту демографии есть в республике еще соответствующая дополнительная выплата. При рождении второго ребенка, кроме, значит, федерального материнского капитала, который мы сейчас сказали, также и по национальному проекту демографии у нас в республике, значит, специальная есть выплата, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. И при рождении третьего ребенка, вот, республиканский материнский капитал семья. Тоже за счет средств регионального бюджета все это предусматривается. И эти выплаты, они все без учета нуждаемости, потому что они демографические и направлены именно на поддержку семьи, чтобы помочь родителям в более крупных суммах приобрести, возможно, какие-то более серьезные покупки при рождении ребенка. Ну вот я помню, когда я вторую дочку рожала, материнский капитал был 300 тысяч рублей. Вот это на второго ребенка. Сейчас, если вот семьи есть, которые еще не использовали, этот размер федерального материнского капитала уже более 600 тысяч рублей. Он ежегодно индексируется, поэтому... Но и куда ее можно потратить? Там, получается, на улучшение жилищных условий можно потратить, на образование ребенка. И, по-моему, все. Ну, видите, поскольку вот эта система материнских капиталов, она у нас, так скажем, предусматривает в себя меры и федеральные, да, федерального уровня, и регионального, конечно, порядок сам, он несколько отличается. У нас в республике мы стараемся, конечно, расширить вот этот перечень, да, то есть, например... На госификацию можно направить. Да, у нас вот при рождении третьего ребенка республиканский материнский капитал семья можно направить в том числе и на, значит, инфраструктуру, да, соответственно, частного жилого дома. Можно приобрести, опять же, автотранспорт, направить на развитие личного подсобного хозяйства. Вот. Но и в отношении федеральных материнских капиталов там не менее, так скажем, не менее широкий перечень. Можно использовать и на санаторно-курортную, высокотехнологическую медицинскую помощь. Поэтому, в принципе, семья может подобрать необходимое на образование, опять же, да, вот, и на пенсионное обеспечение. Поэтому семья, конечно, может подобрать то необходимое направление непосредственно с учетом, ну, индивидуальной потребности семьи. Ну, это, вы так сказали, такая выплата, которая не зависит от дохода. А вот я сейчас хочу про ежемесячные единые пособия с 1 января, которые по всей стране действуют. Это единые субсидии, так называемые, да. Это, я так понимаю, для малообеспеченных пособия в размере от 50 до 100% от прожиточного минимума. Вот в Якутии у нас прожиточный минимум сейчас в среднем составляет около 22 тысяч рублей в зависимости от территории. Территорий проживания. Территорий, да. В Арктике побольше, тот поменьше. Значит, пенсионеров поменьше, у отработающих побольше. Но вот как оно рассчитывается? То есть от 50 до 100%. То есть 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, это все-таки разница. Я, наверное, немножко вот забегу, да, вот с точки зрения вообще почему, да, введено единое пособие. Есть, ну, вообще в последнее время, вот, может быть, вы помните, в 2018 году было введено пособие ежемесячно на первого ребенка. В 2019 году, значит, у нас в республике появилось пособие при рождении третьего ребенка. В 2020 году это было пособие, значит, для семей, на детей от 3 до 7 лет. В 2021 году уже через пенсионный фонд дополнительно вводили пособие для семей с детьми от 8 до 17 лет, ну, для одиноких мам. Вот в этом 2022 году, значит, пособие от 8 до 17 расширило круг лиц, ну, в общем-то, на всех, да, независимо, да, так скажем, одинокий или не одинокий родитель. То есть вот ежегодно наращивалась эта система, порядки различались, определение нуждаемости тоже. И, соответственно, на федеральном уровне, значит, было принято решение президентом страны о создании целостной системы, понятной, значит, прозрачной. И в исполнении поручения президента сегодня уже, значит, и создана вся федеральная нормативно-правовая база и региональная с тем, чтобы вести уже единое пособие на единых правилах и механизмах через единого оператора. Этот оператор теперь будет социальный фонд Российской Федерации. Социальный фонд – это фонд, значит, образованный при слиянии пенсионного фонда и фонда социального страхования. Вот. И, в общем-то, значит, вот это единое пособие, оно уже с 1 ноября этого года введено. И практически, вот буквально последняя оперативная сводка – полторы тысячи положительных решений социальный фонд уже принял. Но это для… кто может рассчитывать? Кто? Те, чей совокупный доход не превышает пожиточного минимума, да? Да. Получается, что пособие ориентировано на семьи с невысокими доходами, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Кроме того, при определении нуждаемости будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. То есть это не только денежные доходы, но и имущество семьи. И, соответственно, как рассчитывается этот размер, вы спросили. В размере применяется такой определенный механизм. Если семья при размере в 50% выходит из, так скажем, и ее доходы среднедушевые начинают превышать прожиточный минимум, то назначается 50%. Если нет, то применяется следующий размер. Уже в размере 75% от прожиточного минимума. Но даже если при пособии в 75% среднедушевый доход не превышает прожиточный минимум, то семье уже назначается максимальный размер такого пособия. Он будет составлять 100% от прожиточного минимума. То есть с учетом именно индивидуальной нуждаемости. Но получается, что все равно, если доход превышает, тогда на это пособие не претендует семья? Если доход превышает прожиточный минимум, то, конечно, такая семья уже не может быть признана нуждающимся в государственной поддержке. И, соответственно, ей не может быть назначено. Я здесь хочу дополнить, сейчас очень многие мамы интересуются, что касается тех назначений, которые были произведены в 2022 году. Все назначения, которые произведены в 2022 году, они до конца расчетного периода, это, как правило, один год, они сохраняются. То есть если в прошлом году, в ноябре месяце, положим, было назначено пособие от 3 до 7 лет, оно сохраняется на год до ноября 2023 года. Семья может выбрать либо сохранить свое пособие по старым правилам, либо подать. В любом случае семья может подать на единое пособие. И уже при назначении социальный фонд будет, так скажем, рассматривать. Если предыдущий размер выше, то будет оставлен размер выше. Син Сергеевич во время послания отметил, что те семьи, которые даже при назначении пособия все равно остаются в сложной жизненной ситуации, то они все равно получат помощь. Вот скажите об этой помощи, пожалуйста, подробнее, как кому ее будут оказывать и кто будет решать вообще, насколько. Ну, конечно, бывают жизненные ситуации, когда в силу объективных причин, тем не менее семья остается в трудной жизненной ситуации, даже после назначения вот таких вот выплат. Таким образом, по поручению главы республики, нами сегодня разрабатываются необходимые нормативные акты. И в ближайшее время они будут приняты. Будут внедрены дополнительные адресные социальные программы на основе социального контракта. Мы будем предлагать таким семьям по заявительному способу поддержку. Кроме финансовой, такая поддержка будет предусматривать и сопровождение. То есть это оказание различной помощи. То есть это может быть и психологическая помощь, это может быть и помощь в содействии трудоустройства, занятости. Это может быть помощь в восстановлении документов. Такая проблема тоже существует. Поэтому сейчас мы разрабатываем необходимое решение правительства. Соответственно, мы уже практически готовы по самим адресным социальным программам. И в ближайшее время будем давать дополнительную информацию. Обращаться нужно будет, безусловно, органы социальной защиты, управление социальной защитой на местах. И, соответственно, будет реализована такая возможность и в электронном виде. Ну, тут заявительный характер. То есть если человек попал в трудную жизненную ситуацию, ему нужно обратиться куда? В управление социальной защитой. В управление социальной защитой. То есть если это, например, одинокая мама потеряла работу, нечем платить за квартиру съемную. Ну вот такие адресные программы как раз-таки нами сейчас разрабатываются. С тем, чтобы, исходя из вот индивидуальной, так скажем, потребности, да, помогать таким людям. Вы упомянули, что социальный фонд России объединит пенсионный фонд, объединил уже, да, пенсионный фонд и фонд сострахования. Это должно упростить, да? Мы считаем, что это должно упростить вообще в принципе порядок предоставления государственных услуг. И последние годы как раз на уровне, на федеральном уровне принято решение именно о создании системы социального казначейства. Наверное, вы слышали. Вот что это означает? Это как раз создание такой системы, которая бы позволила наиболее комфортным, доступным способом получать государственные услуги через систему единого окна. И вот эти вот решения, это как раз одно из основных, так скажем, одно из основных мероприятий по созданию социального казначейства. То есть людям нет необходимости, так скажем, обращаться в разные инстанции с тем, чтобы получать какую-то помощь. Создается общий социальный фонд. Да, и очень удобно, когда через госуслуги это все... Да, безусловно. И как раз вот вопрос цифровизации всех этих государственных услуг. Давайте к году труда все-таки, да. Уже был такой год в столице региона в 16-м году, когда Син Сергеевич был главой города. И вот тогда было очень много субботников, разных мероприятий. Отмечали трудовые династии, заслуги тех, кто работает долгие годы на одном месте. И вот очень много было действительно субботников там каких-то вот таких мероприятий. Что ждет республику в год труда, да? Какие планы и какие задачи перед вами, как предминистром труда, поставило руководство региона? Год труда – это, конечно, будет большое общественно значимое мероприятие, вообще событие в течение года. И оно должно быть направлено на повышение престижа человека труда, на чествование человека труда, на популяризацию. И, конечно, сама по себе категория труд – это такой всеобъемлющий и захватывающий все аспекты жизнедеятельности. И начиная с детства, да, когда мы говорим, что необходимо трудовое воспитание, да, то есть эти вопросы также будут рассмотрены в течение этого года. И продолжая вопросами профессиональной ориентации, вопросами занятости, это вопросы, конечно, оплаты труда, достойного вознаграждения, условий труда, да, как человек трудится. И, конечно, это вопросы поддержки системы наставничества. Мы вчера проводили и сегодня два дня стратегическую сессию именно с привлечением экспертного сообщества, да, с разных отраслей, значит, разных форм собственности, социальные партнеры. И вот эти все вопросы, они буквально вот в очень таком живом обсуждении поднимались. И в ближайшее время у нас стоит задача сформировать план мероприятий по проведению года труда. И, конечно, мы услышали, и я надеюсь, что коллеги еще, значит, в ближайшее время будут направлять наш адрес предложения. И в течение января мы должны уже его принять и, так скажем, приступить к реализации. Я помню, как вы торжественно тоже открывали в прошлом году Год матери, участвовали в этом. И вот тоже скоро будет также у нас на канале НВК открытие Года труда. Да. Я знаю, что ваше министерство объявило конкурс на логотип Года труда. Есть ли уже эскизы и куда присылать варианты, до какого числа продлится конкурс? До какого числа? Сегодня уже завершился этап приема. Ага, поздно-поздно присылать. Вот. Значит, как мне известно, уже более 50 работ есть на рассмотрение. Завтра комиссия состоится. Ну и, конечно, мы надеемся, что у нас будет выбран победитель работы, на основании которого, с учетом которой, значит, с учетом этой работы будет сформирован уже логотип Года труда. В стране продолжаются специальные военные операции, и большая задача, которая перед всеми нами стоит, это помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Вот расскажите подробнее, какие льготы положены семьям участников СВО? У нас в республике достаточно широкий комплекс мер предусмотрен для поддержки семей военнослужащих. И главой республики принял, это было, принят указ, соответствующее решение по поддержке и части единовременной помощи в размере 200 тысяч рублей. Это и поддержка детей, участников специальной военной операции в школах, бесплатное питание, детские сады, да, то есть, значит, поддержка студентов, кроме того, семьи, нуждающиеся в подключении газификации, да, жилого дома, соответственно, тоже получили такую возможность получить поддержку в размере до 150 тысяч рублей, ну и так далее, и так далее. Конечно, большую работу сегодня проводят наши коллеги в части оказания психологической поддержки, да, в органах местного самоуправления очень большую работу проводят непосредственно по оказанию помощи, буквально, да, в таком более социально-бытовом плане. И хотела бы остановиться сейчас на таком наиболее, ну, так скажем, так же актуальном вопросе, это реабилитация тех ребят, которые возвращаются. У нас система реабилитации комплексная, это наши медики, это психологи, и в том числе социальная служба подключилась. Мы с лета прошлого года разработали необходимую программу на базе стационарной организации, реабилитационный центр у нас в городе Якутске. Они принимают таких ребят, 36 человек мы уже приняли за этот период. И, ну, особенностью социальной реабилитации, она заключается в том, что это такой многоаспектный подход, значит, как психологический аспект, так и, допустим, аспект трудоустройства, да, то есть подбор каких-то предложений, возможно, в части поиска работы, возможно, в части обучения. Значит, будем предлагать возможности и социальных контрактов, которые на сегодня достаточно широки, это и части развития индивидуальной предпринимательской деятельности и так далее, и так далее. Поэтому вот в таком направлении сейчас мы идем. В социальных сетях и в WhatsApp-группах очень часто бывают вопросы о том, когда выплатят то или иное пособие. То есть женщины порой путаются в датах, путают других. Вот расскажите, где можно получить достоверную свежую информацию? Вы знаете, раньше много лет мы стремились выплачивать даже до установленных сроков. Раньше это было всегда в соответствии с нормативными актами. До 25-го числа, значит, следующая дата за отчетным периодом. Но мы всегда стремились выплачивать гораздо более ранние сроки, как это позволяло, так скажем, нам финансирование. Это могло бы быть и 5-е число, и 10-е, но стремились раньше. Но все-таки, проанализировав, приняли решение установить даты твердые уже, то есть чтобы наши мамы точно знали, какую дату поступит необходимое пособие, помощь и так далее. Поэтому вот уже, наверное, полтора года у нас существует график. Мы о нем рассказывали в наших сетях, и он предусматривает выплату региональных пособий 10-го числа, а выплату тех мер поддержки, которые у нас либо финансируются в полном объеме за счет федерального бюджета, либо софинансируются из федерального бюджета, они у нас выплачиваются 20-го числа. У нас остается буквально минуту до конца эфира. Я предлагаю посмотреть ролик, который стал победителем Всероссийского конкурса социальной рекламы по пропаганде семейных ценностей. Вот там, значит, логотип года матери, очень быстро мелькнули другие логотипы. Вы ведь имели отношение, Министерство Ваше, к этому ролику? Да. Насколько я понимаю. Этот ролик действительно был вообще в принципе произведен в год мамы, матери, и он занял первое место, вы сказали. А вообще у нас большое внимание уделяем популяризации семейных ценностей, так как одно из основных направлений в области семейной политики, и в том числе через вот такую наглядную и социальную рекламу, это и баннеры, это и ролики, которые показывают большие, дружные, положительные семьи, которые передают опыт наших семей. Вот мы в этом году, наша республика заняли все три первых места в большом федеральном конкурсе на социальную рекламу. Поэтому вот есть такие еще результаты. Ну и вообще, мне кажется, для нашей республики, для якутян, семейные ценности всегда были чем-то большим, чем-то очень значимым всегда. Безусловно, безусловно. Поэтому вот как раз-таки в республике именно вот традиционные семейные ценности, они сохраняются, они приумножаются, и мы стараемся в своей работе поддерживать именно вот таким образом, в том числе и популяризировать, пропагандировать наши семейные ценности. Ну что ж, я желаю вам успехов и в этом направлении, и в других направлениях вашей работы. И всем нам успехов в год труда. Вот. Это была эта программа «Якутия Лайф» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нашу программу на телеканале «Якутия-24» по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия. Расскажем, чем живет Якутия.